Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон, и на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, во-первых, хочу сразу благодарить всех, кто кидает нам донаты. Вы всегда можете поддержать наше комьюнити донатом через Суперспасибо. Или стать спонсором на этом канале, начиная с 2 долларов в месяц. Ну или, конечно, можете всегда поддержать нас через Бусти. Если вы кидаете донат через Бусти, взамен вы обязательно получаете мини-видео-открыточку с поздравлением с днем рождения, с годовщины. Просто привет от Антон Аэс. Наш форум благодарности за ваши щедрые донаты. Боня, дорогие мои, позор вселенский. Виктория Боня — это просто самый настоящий позор. Я вам напомню, дорогие мои, что мы не так давно обсуждали ситуацию, когда она сказала, что будет продавать свое зародованное лицо в одном своем собственном закрытом Телеграме. Телеграм, который доступ стоит 1300 рублей. И, значит, опубликовала она вот этот вот скрин, где она пишет, что... Ну что, Телеграм-канал, куда я выложу фото в период ранней реабилитации, уже готов. То есть кому-то наверняка интересно Боня ее лицо, чтобы заплатить за это 1300 рублей в период ранней реабилитации. Значит, хочу сразу предупредить, что когда я проводила голосование с вопросом, готовы ли вы заплатить символическую сумму, чтобы увидеть мое фото, 30 тысяч людей проголосовали «Да». Так что я жду вас всех там. Ссылка в следующем сториз. Я пипец как волнуюсь, заявляет Боня, за вашу реакцию, но, надеюсь, на вашу поддержку. Люди подписались. Подписалось вроде бы около 100 человек. 100 или 130 человек. Одна проблема здесь, дорогие мои. Значит, получить доступ за 1300 рублей. Вот вы видите скрин, да? По ссылке вы перейдете на сайт, есть кнопка «Поддержать Викторию». Виктория требует нашей поддержки, дорогие мои. По ней можно провести оплату и попасть на закрытый канал. Внимание! Как только на этом канале соберется аудитория, я загружу фотографию. Класс! 130 человек подписались на этот самый канал. Но, ребят, там маленьким шрифтом написано, фото будет загружено после того, как соберется 30 тысяч человек. То есть вы заплатите деньги за обещанную фотографию Бонни, 1300 рублей, но вы не получите эту фотографию, пока 30 тысяч человек не наберется на том самом канале. Значит, Бонни собралась собрать с 30 тысяч человек порядка 39 миллионов рублей. Я без шуток. Это вот как оно есть, да? Это мошенничество. 39 миллионов рублей она собралась продать свою фотку. Но, если только когда наберется 30 тысяч человек. Разбираемся в этой ситуации. Стыдуха. Дно. Вот пробитое дно. Я думаю, она долго будет выпрашивать свои 40 миллионов. Значит, барышня в них густой. 130 тысяч рублей на данный момент она порядка, может, 170 тысяч рублей она заработала. Что здесь интересного, дорогие мои? Нарушения начинаются еще до оплаты. Договор оферты на сайте Бонни не работает. Просто битая ссылка. Ничего там нет, да? А это обязательный пункт. Дальше. По закону еще до заключения договора купли-продажи. Она здесь продает, правильно? Покупатель должен быть ознакомлен с полной и достоверной информацией о товаре. Его продавце, стоимости, условиях и порядка, приобретение товара и прочее. За отсутствие договора оферты есть штраф. Штраф в 3 тысячи рублей, но это нарушение его случая закона. Продажи Бонни оформляет не через свой ИП. Она оформляет через платформу GetCourse. Платит 56 тысяч рублей в месяц за это, за услуги посредника. И забирает свою прибыль. Других затрат в этом бизнесе нет. Налоги. Вопрос, конечно, остается открытый. Кстати, все проблемы с покупателями в этом случае ложатся только на GetCourse, а не на саму Викторию Бонни. Судиться с Бонни не выйдет. Следим дальше за всей этой ситуацией. Все, что мы видим сейчас, это самая настоящая афера Вика. Зачем продавать фото каким-то журналам? Она не интересна ни медиа, ни журналам. Можно, значит, собрать с людей 39 миллионов рублей. Ну, в ее влажных фантазиях. Вика Бонни продает доступ. Но, смотрим вот это вот интереснейшее видео, да? Смотрим. Когда-то давно я приезжала в Лос-Анджелес, ходила по этим улицам, смотрела и думала, боже, здесь же снимался фильм «Красотка», Джулия Робертс. Все это мне напоминало такую жизнь из кино. И тогда я сказала себе, я обязательно в этой жизни чего-то добьюсь. Я стану самостоятельной. Я буду себя обеспечивать. И благодаря усердному труду каждый день я добилась этого. Мой месседж в том, девочки, что каждый из вас тоже может. Самый главный конкурент в вашей жизни – это вы сами. Вы должны равняться только на себя. Когда вы это поймете и примете, только тогда вы начнете расти. Мой девиз таков. Сегодня я должна быть на чуточку лучше, чем вчера. Поэтому я могу себя порадовать, купить себе кольцо. А это Боня, дорогие мои, все, что вы видите, да, идет со своими мотивациями. Здесь, в этом видео, Боня говорит, что верьте в себя, как я поверила в себя, и вы начнете жить богатую и красивую жизнь. Говоря все это, она покупает, значит, кольцо от Булгарии и кольцо от Кортье. Каждое кольцо, там, я понимаю, с камнями, оно может быть около десятки стоит. То есть одно кольцо, второе кольцо, там, не знаю, может двадцатку она заплатила. Может, нет, я не знаю, да. И мне нравится эта философия. Это философия любого инстаграм-мошенника, который пытается привлечь свою аудиторию. Вы посмотрите на мой успешный успех. Вы будете делать так, как я, и вы будете таким же, как я. Это очень примитивная психология, которая работает без обид. Ребята, это работает только на очень примитивных людей. То есть вы понимаете, человек ничего не создает, человек ничего не продает. Она просто говорит, верьте в меня, давайте мне свои деньги, и я буду эти деньги тратить на себя. Я буду показывать свою красивую жизнь. Если вы будете что-то делать, что конкретно, Виктория Боня не говорит. Если вы будете делать что-то, как я, у вас будет все так же хорошо, как и у меня. Ничего печальнее, чем это, нет. Я сейчас объясню интересный момент. На какой-то момент, ребят, в девяностых, был феномен Кашпировского, да. То есть вы понимаете, это мошенник в особо крупных размерах, который собирал миллиарды своих рублей. Ну и МММ, да, это из той же серии, когда непуганные люди. Люди были непуганные. Они не понимали, о чем идет речь. Они смотрели на этого клоуна Кашпировского, и они верили каждому слову, потому что это было чудо. На тот момент, дорогие мои, что говорило в телевидении, это было в подкорке у постсовка, значит, это правда. Если сказали в телевидении, это правда. Помните, был такой Reader's Digest? И была такая желтая пресса, и там писали про инопланетян, про восставших мертвецов, все вот это вот чушь собачью. И вы понимаете, я когда читал, я был совсем молодой пацан, но у меня было в подкорке. Если это печатается в газете, значит, это чистая правда. Но газеты не могут врать. Как такое может быть? Такого быть не может. Официальные СМИ. Это напечатано, значит, это чистая правда. То есть люди велись. Потом пошли вот эти вот ребята, которые, поверьте, в мой успех, смотрите, как я живу, как у меня жить удалось, у вас будет точно так же. Это самые примитивные нажатия на кнопки метущихся душ, людей, у которых огромные проблемы с деньгами, которые реально хотят выбраться из своих долговых яв, из своих безвыходных финансовых состояний. И они собирают по копеечке, но они собирают огромные суммы денег. И вот у нас Виктория Боня выпрашивает, ребят, 40 миллионов рублей. Она просто лимитарно выпрашивает, вымогает, да. Заплатите маленьким там шрифтом 30 тысяч наберется, я тогда открою. Откроешь что, Боня? Своё лицо? Своё лицо за 39 миллионов рублей? Ходишь по бугутикам в солнечном Лос-Анджелесе, покупаешь кольца и говоришь поддержать Боню? Боня, тебе нужна поддержка? Ты человек не работаешь, ты не делаешь ничего. Вообще ничего интересного в своей жизни. Ты просто живешь свою жизнь. Ты просто показываешь какие-то кусочки, выдуманные кусочки, однозначно, своей жизни. И ты продолжаешь говорить, дайте мне денег, дайте мне денег просто так, потому что поддержите меня. Чтобы я пошла и эти миллионы спустила на золотые колечки Булгари и Кортье. Понимаете, ребят, вот здесь произошел, я верю, я искренне верю, произошел тот надлом, когда публике неинтересно эмоционально и искренне поддержать Боню. Всё, что они хотят, это посмотреть на клоуна, но даже на клоуна, ребят, ну 30 тысяч людей. По тысяче 3, я понимаю, сумма, она примитивная, она маленькая, она особо по кошельку, наверное, не ударит, да? Но заплатить 39 миллионов рублей в общей массе Виктории Бонни, чтобы посмотреть на её лицо, которое и так все всё увидит? Вы серьёзно? То есть вы понимаете, да? Если 30 тысяч не наберётся, значит она не покажет свою фотографию. Но в итоге она всё равно покажет свою фотографию, потому что без этого никак фотографию нужно показать, потому что это её шарлатанский хлеб. Я запутался в этой перипетии мошеннических действий. Боня это претендент в тюрьму, потому что человек врёт, потому что человек вводит в заблуждение, потому что человек занимается манипуляцией своими подписчиками. И на выходе мы получаем печальную 45-летнюю тётку, которая изо всех сил пытается оставаться актуальной, выдувая просто пустые пузыри инфоповода. И я в шоке, как низко можно опуститься в принципе некогда высоколетящему человеку. Некогда высоколетящий человек, когда она рожала свою Анжелину, прости господи. Малахов подсветил ей две передачи на своём федеральном канале, миллионные просмотры. Вот тогда она была на каком-то коне, да? А сейчас Виктория Боня. Это беспросветное дно. Говорим про дно. Сейчас меня просто шокировала эта история. Вы знаете, кто такая битмама? Я не знал, кто такая битмама, ребят. Значит, в Москве арестовали предпринимательницу Валерию Федякину, которая известна как битмама. Я первый раз о ней слышу, но её подозревают в обмане своего клиента почти на 7 миллиардов рублей. Как сообщается, её арестовали ещё 15 сентября после того, как знакомый обвинил её в обмане. Он утверждает, что битмама взяла у него 6,7, ну почти 7 миллиардов рублей, пообещая вернуть их с бонусом в 1%. Позже мужчина пришёл к выводу, что его обманули, обратился в полицию. Значит, после задержания этой самой битмамы, когда она неожиданно перестала выходить на связь, появились случаи, что она хотела организовать финансовую пирамиду, заработать денег и покинуть страну. Сейчас её обвиняют в хищении 150 миллионов долларов. Федякина брала у своих эксклюзивных клиентов, то есть какие-то мега богатые люди, значит, наличностью, а затем выводила деньги в другой стране с доплатой, хотя обычно за это берут комиссию. Она объясняла это тем, что у неё якобы много связей среди предпринимателей бизнеса и госкорпораций, поэтому может выводить деньги выгодно. Она работала в основном только с мега состоятельными людьми и дневной оборот битмамы составлял десятки миллионов долларов. Сейчас Федякина находится под арестом, она на шестом месяце беременности. Это не помогло, потому что у неё есть бит на жительство Арабских Эмират и грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Вы знаете, у меня один вопрос. А кто тот тигр? Кто тот лед, который заплатил бит, прости господи, маме 7 миллиардов рублей? Когда какая-то, я не знаю, Илона Сибитко из-за провинции, из какой-нибудь дыры, из какой-нибудь периферии переводит свои тысячи рублей Бонни, я могу понять, да? Эта самая Илона, она недалёкая, я не буду сейчас никого оскорблять, но мы говорим, она не то, что недалёкая, она финансово необразованный человек, и она рассчитывает получить бриллиант, платя за него цену щепки. Это понятно, она не очень много теряет. Мы здесь говорим про одного отдельно взятого человека, то есть тысяча образно рублей, переведённых Бонни, это небольшая сумма. Но когда мы говорим про 7 миллиардов рублей, вы понимаете, ребят, 7 миллиардов, их ещё надо заработать. Даже если чувак украл эти 7 миллиардов, 7 миллиардов ещё надо украсть. То есть это, скорее всего, человек не совсем дерево. То есть он не совсем глупенький, если у него было в наличии, вот лежащие в кармашке, 7 миллиардов рублей наличностью. То есть ты ожидаешь от человека, который смог аккумулировать такую сумму какого-то аналитического ума, прозорливости и правильных финансовых шагов по этой жизни нет. Это тигр берёт и на голубом глазу отдаёт, простихо своей битмаме, 7 миллиардов рублей. А манера ведения бизнеса в России, как дольщики, кто там наворовал миллиардов, да, и свалил. Понимаете, это не просто какие-то разовые случаи. Это повально, это манера ведения бизнеса в России. Всем плевать на долгоиграющую историю. Все хотят украсть здесь и сейчас, и чем больше, тем лучше. И потом они сваливают в страну, где нету вот этой вот темы об экстрадиции. Битмама на 6 месяца беременности, условив 150 миллионов долларов, ожидая сейчас тюремный срок и под домашним арестом, потому что есть вид на жительство Арабских Эмиратов. Я в шоке, ребят, от мошенников, которые везде, на каждом угле. Не поддерживайте мошенников своим рублём. Вы знаете, у меня это регулярно пролетает. А ты же берёшь деньги за поздравления, там, за видеооткрытку поздравления. Как же он называется, этот сервис? Есть подобный сервис, где голливудские звёзды записывают видеооткрытки поздравления. Понимаете, о чём речь? От 150 до 200, 50 до 300 долларов какая-то условная Мадонна, можно сказать, Серёжа с днём рождения. Такой сервис есть, и он существует. На данный момент мой канал, отсутствует огромная доля монетизации на этом канале, потому что российский сегмент не монетизируется вообще. Блогер, то есть я не просто выкладываю какой-то рандомный контент раз в неделю, я работаю каждый день. На моих каналов выходят 9 видео в неделю. Я реально работаю, чтобы вам было что посмотреть, что обсудить. Если вы не хотите кинуть донат, не кидайте, ребят. Вы не получите, урезанный контент, или вы чего-то недополучите в контексте контента, который я произвожу. Вы всё равно получаете полностью бесплатный доступ ко всему, что я произвожу. И если вы желаете меня поддержать, поддержите. Блогеров поддерживают донатами. И не нужно мне здесь говорить, а это другое, наверное, раз ты тоже просишь донаты. Ребят, ну серьёзно. Вы сейчас будете меня ставить на один уровень с Викторией Бонни, где тридцать девять миллионов рублей, чтобы показать фотку лица. Да стыдно вам, стыдно. Но опять же, манера постсовка, да. Чё это блогер будет зарабатывать? Бесплатно работай. Или на завод иди. Манера. Это манера, ребят. Интересно, может быть, ваше мнение про Битмаму, про Боню. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать, что вам есть сказать по этому поводу. И, конечно, не забываем, если уж сказал про каналы. На моём основном канале. За прошлую субботу вышло гадание на Урганта. По этой ссылке можете пройти посмотреть. Ну а на моём канале влогов в эту пятницу выйдет интересный влог. Я бился за возвращение монетизации. Мне и вернулись. Поэтому подписывайтесь на мой влог. Там тоже очень интересно. За прошлую пятницу ходил вот этот вот вложик. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. Интересная ситуация сейчас с отцом Дани Милохина. Помните, вот в этом видео. По этой ссылке можете пройти. Посмотрите, мы говорили про то, как он сказал, обещал приёмный отец Дани Милохина, что Дани Милохин приедет, вернется в Россию. Дайте ему вернуться в Россию. Он будет работать на благо Родины. Он будет вести за его молодое поколение девушек и парней, чтобы они любили Путина, поддержали Кремль и всю вот эту тему. Следующее заявление от приёмного отца Дани Милохина. Дмитрий Тюленев, его так зовут. Он рассказал, что администрация Анапы из-за нарушения градостроительных норм требует снести два дома, принадлежавших семье. Цитата. Администрация требует, чтобы мы два дома, родительский и мой, перенесли на три метра от линии размежевывания территории. То есть на три метра. Не просто неправильно построен, а на три метра нужно перенести дом. То есть называется, не вошли в ситуацию, а усырались. У него есть акт проверки 2019 года, где сказано, что нарушений нет. То есть это не просто что-то вот он нарушил, нарушений не было, да? Кроме того, семья мужчин лишилась единственного источника дохода, магазина, который ранее они закрыли. Он назвал ситуацию травлей и объяснил, что внезапно его семью начали проверять все подряд. Цитата. В июне мэрия подала в суд. Первые иски были тогда. Пришли по якобы анонимной жалобе все инстанции, которые только есть. Вплоть до того, что даже товар в магазине нюхали. Китайский он или не китайский. Сопеки пришли проверять детей. Полицейские пришли. Какие только службы есть, все пришли. Среди прочего к нему приехал отряд полиции, который искал Милохина и хотел вручить ему повестку в военкомат. Цитата. «Полицейские понимают абсурдную ситуацию, но ничего сделать не могут. Таинственная бумага сверху пришла». Так заявил приемный отец Дани Милохина. Теперь он ищет в Анапе адвоката. Вы понимаете, ребята, в России, если ты совершил что-то страшное, сейчас, наверное, в России, как в Северной Корее, если совершил преступление, да, спел украинский гимн Дани Милохин, твой приемный сын, в ответе, видимо, ну как это, вот это все рукопожатие, да, брат за брата, как там это называется. Сейчас семья будет ответственность за действия Дани Милохина, да, значит он пишет. Адвокаты, по его словам, отказываются ему помогать. Цитата. «Говорит просто. Я не буду с этим связываться. Если этот травля приделал сверху, то бесполезно что-то делать. Даже не будем браться. Тем более нам же потом влетит». Те юристы, с которыми Дмитрий пообщался, предполагают, что ему хотят создать проблемы, чтобы он не мог защищать Дани Милохина. Значит, он кричал, Дани Милохин вернется в Россию и будет поддерживать Кремль и всех там сидящих. И он будет висеть за собой молодежь России. А, видимо, было недостаточно. Это видео заявление. И теперь приемного отца, врага народа Дани Милохина. Будут травить по всем краям. Вообще, вы видите, какие ситуации? Вот перед вашими глазами сейчас разворачиваются. Дани Милохин, ладно, он жуткий человек. России он не нужен. Пускай сидит своих арабских эмиратах. Это все понятно. То есть за действия Дани Милохина сейчас отвечает вся его приемная семья. Закрыли бизнес. Говорят снести два дома. Что происходит, ребят? Как вот это, вот это можно вменяемо воспринимать? Такой сюрреализм. И, знаете, и будет обязательно. Здесь в комментариях у меня люди, которые, да, все правильно, враги России не нужны. Какие враги России? Это граждане Российской Федерации, которые не согласны с действием власти, которая сидит на деньги налогов плательщиков и которую, по идее, в теории выбирают, да? Вообще, видите, в какое дно все это скатывается? Напишите мне, как я ненавижу Россию. Напишите лучше, как Россия ненавидит собственных граждан, которые идут в разрез с политикой партии. Ауч. Кстати, не забудьте поставить лайк у меня под этим видео. Это буквально секунда вашего времени. Такое себе, да? Участница шоу ТНТ «Перезагрузка» написала заявление на жену Хайдарова. Она опубликовала личные данные женщины и ее интимные фотографии. Жена Хайдарова опубликовала данные этой девушки, которая участвовала в шоу ТНТ «Перезагрузка». Как указала пострадавшая Алевтина, еще в 2021 году она участвовала в шоу ТНТ «Перезагрузка». Во время съемок Алевтины преобразилась, в том числе с помощью пластической хирургии. Провели операцию по тяжке груди и уменьшению веса. Оперировала Хайдаров, подозреваемый по делу об оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. Алевтина дала согласие на публикацию этих фотографий, но только без лица и персональных данных. Прошло 2 года. И вот недавно Алевтини стали писать подруги и показывать сторис, где жена Хайдарова опубликовала все это. На фото было видно все лицо и все, и там были указаны ее персональные данные. На такие условия пациентка Хайдарова не давала никакого согласия. Теперь она хочет получить свою сатисфакцию. Семья Тимура Хайдарова прокомментировала эту ситуацию. Начнулась с том, что он и его жену подали в суд вот из-за этой ситуации. Цитата. Подача заявления стороны Цыганковой является провокацией. Никаких сведений о Цыганковой, ранее известной широкой публике, разрешено не было. Также в настоящее время Цыганкова по надуманным основаниям требуется клинике 2,5 миллиона рублей и, возможно, своими действиями пытается оказать давление на руководство клиники Тимура Хайдарова. Светлану Сильваши, чтобы добиться данной финансовой цели. Так они заявили. Столько грязи в этом мире. Столько грязи, столько неэтичных действий, столько каких-то прецедентов, от которых хочется вот как от грязи отмыть руки. Вы понимаете? Ну это же доктор, да? Такое пренебрежение к своим клиентам. Такое уничижительное отношение к ним. Самое ужасное, последствия его пластических операций, они ужасают, ребят. Мясная лавка Хайдарова. Восхитительный ресурс, где в деталях, мельчайших, без купюр, показаны действия рук доктора Хайдарова или его работников, которые работают в его клинике. Нет, на всех нападают, на всех нападают. Боже мой. Каждый день работаешь здесь на канале сплетен, собираешь какие-то интересные сплетни новости. И бывает такое, что прям ты глазам своим не веришь. Какое же это все грязное и отвратительное. Мошенник на мошеннике. Какие-то прецеденты, какие-то неуважения. Наш контент, наш канал он будет вечно. Потому что этой грязи не перелопать. Бывают смешные новости, бывают интересные новости. Но вот превалирует вот это вот грязище, от которого хочется просто потом рот с мылом вымыть. Ну и конечно, милые мои, сейчас у нас звезда Игры Престолов Софи Тернер подала в суд на бывшего мужа из-за незаконного удержания их дочерей. Он так не был. Я думал, что Джо Джонас и Софи Тернер это настолько восхитительная пара, это настолько красивая пара, насколько одного за другим она родила ему девчонок. И я думал, господи, вот круто. Ну реально круто. Санса Старк, кто не знает, да, все знают. В Игре Престолов она была. Значит, она подала документы в суд Нью-Йорка о требовании возвращения девочек в Англию. Тернер заявила, что Джонас, бывший муж, отказывается возвращать паспорта детей, несмотря на встречу 17 сентября, на которой были рассмотрены все соответствующие детали. Цитата. На основании явных заявлений отца о том, что он не вернет детей в Англию и не вернет их паспорта матери, 20 сентября мать подала заявление о возвращении в соответствии с ГАГской конвенцией, чтобы добиться возвращения детей в Англию. Они делали своим домом в Великобританию еще до принятия решения о разводе. Но по словам адвоката Тернера, они продали свой дом в Майами и начали искать недвижимость в Англии, связав свою жизнь с образованием дочери и с этой страной. Но до сих пор девочки находятся в США вместе с отцом, который препятствует их воссоединению с матерью. Я напомню, в 19-м году они же тайно женились тогда в Лас-Вегасе. Двое детей. Вот мне интересно, существуют ли вообще пары? Ты же выражаешь от него. Это огромное доверие к своему мужику. Не то, что Софи Тернер необходима какая-то финансовая поддержка или что она состоявшаяся актриса. Но ты же доверяешь человеку в какой-то момент, чтобы решиться на такой большой ответственный шаг родить детей. И вот сейчас такая вот грязь. Гагскую конвенцию прилепляют. Полиция, суд, чтобы встретиться с девочкой, потому что Паша не дают паспорта. Девки, а есть ли счастье? А есть ли счастье? Я в шоке. Давайте пообщаемся в комментариях. У кого как разводы, кстати, проходили, вот это интересно. У кого ласково и нежно, это, конечно, здорово. Мы все за вас иск от души рады. Вот расскажите какие-то безумные истории о своих разводах и с какими последствиями вы вышли из этого счастливого брака. Паша. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ну и, конечно, огромно благодарны всем, кто поддерживает приюты. Наша святая миссия на этом канале. Продолжайте поддерживать приюты, продолжайте поддерживать волонтеров. Не опускайте руки. Мы единственная комьюнити, которая не проходит мимо страданий бездомных животных. Продолжайте доказывать всему миру, милые мои дамы и господа сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за внимание, спасибо всем за любовь, за подписки, за пальцы, за донаты. Спасибо всем, кто находит 25 минут в вашем сложном графике на общении с папочкой сплетников. Самое крутое комьюнити сплетен. Ребята, обязательно подписывайтесь. Каждый день самое горячее, самое свежее только у нас. Я вас обожаю сплетник. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова